Опасность заболеваний сердечно-сосудистой системы не уменьшается с годами, а лишь усиливается. Они уносят с собой миллионы жизней ежегодно. В целях повышения квалификации практикующих врачей в этой области 15 декабря в Гранд-отель «Казань» прошла межрегиональная научно-практическая конференция с российским участием «Кардиоваскулярные заболевания в клинике и на амбулаторном этапе», проводимая под эгидой Казанского федерального университета и университетской клиники КФУ. Она ставит своей задачей обсуждение современных подходов в лечении кардиоваскулярной патологии, а также применение в повседневной практике современных методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, принципов первичной и вторичной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы с целью улучшения прогноза пациентов с кардиоваскулярной патологией, что как следствие позволит снизить сердечно-сосудистую смертность. Это мероприятие мы начали проводить еще в 2019 году. Мы не прерывались ни на год, даже во времена коронавирусной инфекции. Мы проводили ее онлайн. С тех пор мы научились проводить это мероприятие в смешанном формате, в гибридном формате. У нас есть и слушатели в зале, и подключение по интернету. Это очень важно, потому что мы обсуждаем наиболее злободневные проблемы кардиологических сердечно-сосудистых заболеваний. Мы постарались пригласить ведущих специалистов нашего города, нашей республики. Профессор Галявич, профессор Хасанов, доценты наших вузов, медуниверситета, медакадемии, Казанского федерального университета. Все ведущие кардиологи выступают на нашей площадке, обсуждаем серьезные проблемы. Мы организовываем нашу конференцию таким образом, чтобы у нас имели возможность выступить не только известные люди. Мы имеем возможность пригласить врачей, обычных практикующих врачей, молодых врачей, чтобы они могли доложить клинические случаи, свои разобрать проблемы. Таким образом, мы можем сделать так, чтобы у нас и самые известные кардиологи, и обычные практикующие врачи поделились своим мнением по поводу диагностики лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Мероприятие проходило в формате непрерывного медицинского образования врачей. В числе лекторов и докладчиков научные работники кафедр медицинских вузов Республики Татарстан, а также приглашенные специалисты из других регионов. Основной своей целью конференция ставит знакомство с современными подходами ведения пациентов в сердечно-сосудистой патологии, а также изучение конкретных клинических случаев. Кроме того, с целью повышения квалификации специалистов в рамках конференции прошло обсуждение результатов клинических исследований и итогов работы Российского кардиологического общества и Европейского общества кардиологов. Мы будем обсуждать все нововведения, которые появляются не только в нашей стране, в Европе, в Северной Америке, во всем мире. И именно сегодня мы будем обсуждать те новшества, которые появились за последние полгода во всем мире. Кардиологи нашей страны могут с гордостью сказать, что все основные веяния, все новости, которые есть во всем мире, сразу же приходят в нашу клиническую практику. И если мы будем говорить, как мы лечим сердечно-сосудистые заболевания в нашей стране, мы можем абсолютно уверенно сказать, мы лечим в точности так же, как лечат в лучших клиниках Европы, всех мировых. И мы действительно знаем все нововведения, которые есть. Это заслуга нашей отечественной кардиологии, быть на передовых ролях. По словам организаторов и участников конференции, те методики и способы лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые были подняты для обсуждения, совершенно точно поспособствуют повышению профессионального уровня врачей кардиологического и терапевтического профилей, а также получению ответов на сложные вопросы. Врачи получат информацию о новых рекомендациях и современных подходах ведения больных с атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Елизавета Газизянова, Валерия Карташова, Николай Осуховский, Универ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова